Начинаем сборку нашей решетки. Я начну с такого алгоритма. Сначала среднюю часть посадим на свое место, начиная с серединки в этом направлении, а потом начнем дополнять. Здесь будет 5 ламелек, потом вторую будем начинать уже с лицевой стороны аккуратненько набивать. Между ними будем ставить нарезанные заранее ламельки, которые будут соблюдать нужный нам интервал. Ну что, приглушь баланса кандидатов. Первые 5 планов у нас отлично зашли. Стали. Как на свое местечко. Где не прогибается. Оптимальное расстояние между планками. Тут вопрос был в том, что если внимательно присмотреться, видно, что расстояние от лицевой стороны пластики, совсем маленькое, порядка 5 мм, не стоял вопрос, будет ли критичным вот этот пролет между направляющими. Тут порядка 25 мм. Рулетки нет под рукой. Точнее не скажу. 26 мм. 260 мм. Ну, в связи с тем, что направляющая зашла очень плотно в паз, она прижала к себе планку, они нигде не играют, не любтят, нет хода. Поэтому все стоит жестко и прогибаться не должно. Теперь начинаем. Как я уже говорил, с той стороны мы набрали 5 планов. Теперь начинаем. В порядке впередности. Начинаем набирать следующее. Я покажу в итоге финишные фотографии. Там ванна имеет большой радостный. Порядка полутора метров. По-моему, 1400. И поскольку по плану управляющие не попадает, то есть радиус в ванной мешает поставить третью направляющую, буквально только на первых двух такой вот кусочек маленький будет, просто чтобы была какая-то симметричность, то ввесли к такому решению, чтобы она не опрокидывалась, не было лишней нагрузки. Постали бабушки, наклей, и они будут нести дополнительную нагрузку. Все. Вступим к дальнейшему нагрузку. Итак, обзор конструкции. В общем-то, получилось хорошо. Мне понравилось. Единственное, я бы поменял некоторые вещи, вернее добавил. Во-первых, вот это расстояние равняется до начала паза где-то 50 миллиметров. Ну, не где-то, а 50 миллиметров. В принципе, вот эта штука, ну, я бы сказал, что она довольно клипенькая. Ну, то есть она держится, все, но, допустим, вот на такой вылом здесь вполне, наверное, можно выломать. Здесь все хорошо, здесь, видите, люк небольшой. То есть вот эта заглушка, когда она ляжет на кафельный пол, там все будет хорошо. Но, сами бабушки у меня не на каждой, а где-то до, ну, до шестой, наверное, вот здесь вот. Да, здесь есть, дальше нету. Я добавлю их сюда, потому что, в принципе, как и та 50 миллиметровый хвостик, тот 50 миллиметровый хвостик здесь. А при наступании, ну, честно говоря, есть вариант, что это все может где-то треснуть. Прокинулся, наверное, нет, но треснуть может. Поэтому я просто добавлю сейчас 5 бабушек. И... И, 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 и что еще? Да, и опять же, поскольку вот это расстояние небольшое, и вгоняя сюда вот этот клинышек, он буквально вот, ну, вот находит, он вот такой вот, это заглушечка. И вгоняя вот таким образом, мы сильно задираем пласть. Чтобы этого избежать, его пришлось сделать как декоративный. То есть он не загнан очень плотно, он, ну, вот, заходит сам по себе довольно легко и посажен на клей. Поскольку, в принципе, ну, вдоль него там такой вот, как здесь функции, нести эта полоса не будет. То есть он декоративный. Просто, чтобы соблюсти симметрию. В остальном получилось довольно неплохо, я доволен. Это не единственная решетка. Еще надо собрать три на ступеньки, на небольшой выступ. Итог можно будет посмотреть на финальных фото. Но, опять же, решетку ждет еще слой масла. И шлифовка. Пока все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok